Двухлетний мальчик пострадал в жизни. Создавший в ДТП 28 февраля отправлен в Архангельск. Теперь за его жизнь будут бороться областные врачи. Удивительный мир женщин и не менее удивительная флористика Людмилы Красавиной в формате японского рукоделия. Спортивные победы наших картингистов на областных соревнованиях в общекомандном зачете они стали лучшими. О наиболее заметных событиях из жизни города и региона расскажут мои коллеги. В студии новостей Елена Кузнецова. Здравствуйте. 1 марта около 18 часов двухлетний мальчик, который тяжело пострадал в воскресном ДТП, был отправлен на реанимобиль в Архангельск. Там за его жизнь будут бороться уже врачи детской областной клинической больницы. Состояние малыша крайне тяжело. Он находится в коме и на искусственной вентиляции легких. Сегодня в 4 часа утра реанимобиль с двухлетним малышом прибыл в Архангельск. Ребенок помещен в реанимацию детской областной больницы. До Двинского березника пострадавшего мальчика везли в сопровождении реанимационной бригады Котловской больницы. В самом березнике ребенка встречал реанимобиль и бригада детской областной больницы. К другим темам. Удивительный мир женщин. К 8 марта мы ждем истории об уникальных женщинах, их увлечениях и профессиях. Сегодня рассказ о Людмиле Красавиной. Она единственная, кто на юге области увлекается японской техникой рукоделия – шелковой флористикой. Людмила Красавина – личность во второй школе известная. И не только потому, что она секретарь директора. Людмила – единственная женщина в Коряжме, да и не только в нашем городе, кто освоил японскую технику – шелковую флористику самебана. Нежные цветы из натурального шелка завораживают своей красотой. Знакомые и коллеги Людмилы Борисовны уже делают заказы на уникальные броши, венки и заколки. Я думаю, что года примерно три назад я залезла в интернет, хотела сделать снежинку, связать. Но почему-то там же много всяких групп. Когда листаешь, я наткнулась на броши из ткани. И, конечно, начала просто сначала вот в европейской технике делать. Но я все, конечно, заглядывалась на высший пилотаж. Это делать цветы в технике самебана. Это японская техника. Трудность в том, что материалы для работы приходится заказывать из Японии. Они дорогостоящие. Только там можно приобрести нежнейший натуральный шелк со специальной пропиткой, инструменты, фурнитуру и особые капельные краски. Сама по себе техника и означает окрашенный цветок. Сначала, конечно, я придумываю этот цветок, как хочется мне его видеть. Потом у меня, конечно, есть выкройки. И я вырезаю. Потом, значит, тычинки. Вот специальные есть тычинки, тоже в Японии покупаются. И потом окрашиваю. Ну и вот так вот потом собираю. Ну и уходит, да, дня два-три. Самебана – цветы, проникающие в сердце. Людмила Красавина, как никто другой, знает, что это действительно так. Как она поведала нашей группе, если кто-то заболел этой техникой, то это на всю жизнь. Время новостей из жизни региона. О них расскажет мой коллега Алан Боболев. Передаю им и слово. На вооружение службы МЧС поступили беспилотники. Подробности прямо сейчас. В Архангельской области введены в строй спасательные беспилотники. Это новое перспективное направление в спасательной практике. Беспилотную авиацию обслуживают сотрудники, которые специально прошли обучение в Санкт-Петербурге и Ижевске. По федеральной программе Архангельской области было выделено 6 беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Картинка, снятая сверху, дает очень ценную информацию для руководителей аварийно-спасательных работ. Квадрокоптер можно без риска для сотрудников отправить на разведку. Например, при обрушении, при техногенном завале или при крупном пожаре. Если оборудовать летательный аппарат тепловизором, то можно использовать его для поиска потерявшихся в лесу людей. Архангельскую колонию для несовершеннолетних посетил Юрий Куклачев. Там народный артист России провел урок доброты. Встречи с малолетними преступниками традиционно входят в гастрольный график Куклачева. Для трудных подростков артист создал авторский проект «Школа доброты». Воспитанники колонии для Куклачева прежде всего дети. На своих уроках артист рассказывает, как однажды решил стать клоуном и упорно шел к своей цели. А еще учат с любовью относиться к делу и не сдаваться перед трудностями. В Котласе огонь повредил две немецкие иномарки. Сообщение о пожаре на проспекте Мира 30 поступило сегодня в 4.30 утра. На неохраняемой автомобильной стоянке рядом с многоквартирным домом горел автомобиль BMW X5. Пожарные отстояли немецкий внедорожник от полного выгорания и спасли стоявший рядом легковой автомобиль Opel Corsa. У Opel оплавился бампер и фара. BMW с номерами республики Мордовия лишился моторного отсека и панели приборов. Причина пожара выясняется. Вероятно, это был поджог. Далее новости одной строкой. В Котласе полицейские спасли двух маленьких детей от обморожения и возможной гибели. Поздним вечером дети решили сходить в магазин, но заблудились. Их мама в это время спала. В Северодвинске подросток через интернет заказал синтетические наркотики. Однако получить их не удалось. Вещество было обнаружено и изъято из оборота сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. Продолжается прием заявок на конкурс «Архангельское качество-2016». На сегодняшний день заявки на конкурс подали уже 13 предприятий. И это были наиболее заметные события из жизни региона. Оставайтесь на нашем канале. Далее продолжат новости коррежмы. Субтитры делал DimaTorzok по праздничным ценам. А мы вам подарим 20% ваших будущих покупок. Техпром. Это выгодно. Только в марте. Магазины, домашние штучки и все для дома дарят своим покупателям праздничную скидку. 10% на весь товар. Более тысячи бытовых мелочей и сувениров в подарок любимым. Друзья, любимый цирк «Сочи и компания» только 4 марта, в пятницу, в 10.30 и в 19.00. Медведь на барабане, две обезьяны в трусиках, пёщий бурашка с такими ушками твой друг, питон буйсясяк, длинный такой, 3,5 метра, твой любимый, 5 бодрых голубей и 5 кошек. Дядя ходит по глазам, прыгает на стекло, глотает факелы, а мам, тетя не точа тетя, в воздушном гимнастке, в кольце под потолком, сгибает арматуру горлом дяди, разрывает цепи, бороды надувает, в танку подымает. Сальто через 8, человек, тихо, ладуй шлёг, Супермен показывает. Две феи вперед, девушка-змея, любимая твоя. Миньоны Кевин и Боб, стилу визу и дали. И самый веселый клоун, Вадик, доведут до смеху весь зал и даже твою маму. Детям до 4 лет бесплатный вход. Наш бонус. 4 марта подарите праздник себе и вашему ребёнку. Цветы или подарок? Подарок или цветы? Подарок. Нет, лучше цветы. Или всё-таки подарок? Не знаешь, что подарить на 8 марта? Купи цветы в Макси Флоре. Тогда и на подарок хватит. В сети цветочных магазинов Макси Флора всё пучком. Прекрасные цветы и сногсшибательные букеты по очень выгодным ценам. Специально к 8 марта Макси Флора всё пучком. Поздравить даму всегда по карману. Ветеринарный кабинет «Авен» работает в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 11 до 18 часов. В среду выходной, субботу и воскресенье время работы с 12 до 15 часов. Ветеринарный кабинет «Авен», набережная 34, строение 5. В отделе «Бельё» новое поступление женского белья от российского производителя. А также в продаже мужское нижнее и термобельё. Отдел «Бельё» Ленина 35, первое крыльцо от дома номер 33. И по-прежнему отдел «Бельё» ждёт вас в торговом центре Виконда, второй этаж. В Коряжме открылся комиссионный магазин. В продаже одежда, обувь, головные уборы, книги и всё по низким ценам. Комиссионный магазин Ленина 35, первое крыльцо, где и магазин «Бельё». Дорогой, ты слышал про весёлую затею? Говорят, там страстные розы, романтичные тюльпаны, экзотические цветы. Дорогой, куда же ты? На Ленина 11? А ещё телефон запиши 953-265-16-65. Я тебя обожаю! Ювелирный салон «Адамас» объявляет о сезоне праздничных скидок. Покупай подарки для любимых к 8 марта со скидкой до 40%. Люби и удивляй! Ювелирный салон «Адамас» Архангельская-2. Готовь дачу к яркому лету. Семена, всё для рассады, садовый инвентарь, ёмкости и многое другое в магазине «Мегастрой». Архангельская-12, здание бывшего рынка. Скоро садить рассаду. Специальная светодиодная лампа для рассады и растений придёт на помощь как начинающим, так и опытным хозяйственникам. Её преимущество – улучшает рост и развитие растений, безопасно и не нагревает помещение. Магазин «Техника», отдел «Электрика» на Дыбцина, 17. Какое 8 марта без цветов? Магазин «Дачный эксперт» – только свежие цветы и огромный выбор композиций. Закажи букет для любимой заказы. Доставка по телефону 8-921-240-5706. 7 и 8 марта в МКЦ «Родина» с 10 до 19 часов компания «Линия меха» из города Кирова проводит выставку продажу натуральных женских шуб, зимних и демисезонных пальто и головных уборов. Действуют скидки до 50%, рассрочка и кредит. Ждём вас в понедельник и вторник в МКЦ «Родина». Спасибо, что вы остаетесь на нашем канале и мы продолжаем наш выпуск новостей. 4 марта Коряжемская детская школа искусств проведёт день открытых дверей. Для гостей запланированы занятия по хору, обучению игре на музыкальных инструментах и увлекательную экскурсию в музей музыки и звуков. Коряжемская детская школа искусств решила устроить день открытых дверей. 4 марта приглашает родителей юных коряжемцев. Такое мероприятие в ДШИ организуется впервые. На календаре начало весны, а это значит, что родители детей дошкольного и начального школьного образования уже сейчас задумываются о том, в каком направлении будет развиваться их ребёнок. И, конечно же, хотелось бы, чтобы родители обратили внимание на начальное музыкальное образование. Ведь именно, занимаясь музыкой, дети приобретают волю к победе, трудолюбие, дисциплину. Музыка развивает творческие способности учащихся. В нашем городе есть уникальная возможность выбора из целого спектра прекрасных музыкальных инструментов, как классических, так и народных. Определиться с выбором помогут преподаватели школы. Родители смогут побывать на занятиях и пообщаться с педагогами. Начало экскурсии в 16.30. В 18 часов гости смогут познакомиться со Школьным музеем музыки и звука. Музей интерактивный. Ребятам дают поиграть на музыкальных инструментах. Именно здесь проходит и первое занятие юных музыкантов. Также в рамках Дня открытых дверей пройдёт концерт. В нём примут участие учащиеся ДШИ. Свои выступления они посвятят предстоящему празднику – дню 8 марта. В 2016-2017 учебном году планируется набор на хоровое и инструментальное отделение. На инструменты аккордеон, баян, фортепиано, скрипка, домбра, балалайка. В зависимости от выбранного отделения набор детей в детскую школу искусств проходит с 6 до 8 или до 11 лет. Для юных коряжемцев в возрасте 4-5 лет открыты также группы раннего развития. Сейчас в коряжемской ДШИ обучается более 500 детей. Каждый год число учащихся пополняет до сотни учеников подготовительного отделения. Возможно, в день открытых дверей кто-то из коряжемцев по-новому откроет для себя возможности музыкального образования. Школа искусств ждёт горожан 4 марта с 16.30 до 19.00. В Северодвинске триумфально для коряжемской команды завершились областные соревнования по трековым гонкам на картах. Воспитанники клуба технического творчества ДДТ стали первыми в общекомандном зачёте. Для картингистов коряжбы соревнования в Северодвинске всегда приносят победные медали. Последние лет 6 коряжемцы не сходят с пьедестала почёта областных гонок. Но каждые новые заезды – это испытания на прочность и участников, и техники. Впечатления замечательные, мне очень понравилось. Я ездил туда на новой раме, которую собрали буквально за день до отъезда соревнований. Делились у нас там классы. Класс мини, союзный, и Е-класс. Там он уже совсем взрослый. Я участвовал в классе союзный, так же, как и Пахушев Данил. Занявший первое место, который принёс там больше всех баллов. И мы с помощью этих баллов заняли первое командное место. Коряжемцев отличает командный дух, заметил Геннадий Строганов, который сопровождал ребят на соревнованиях. Когда у Никиты Попова сломался карт, ребята дружно взялись за устранение неисправностей. И уже к очередному заезду выставили новый карт, который по совету руководителя Александра Лобанцева взяли про запас и собирали буквально на ходу. Для коряжемцев областные соревнования завершились победой в общекомандном зачёте. Данил Вахрушев и Никита Лобанцев стали первыми в личном зачёте. Данил оставил позади два десятка своих соперников в классе «Союзный Юстандарт». Евгений Синицын завоевал третье место в классе «Мини». Для Никиты Лобанцева детский интерес к машинкам перерос в серьёзное влечение техникой. В клубе картингистов Никита уже четыре года. Машинки для мальчика прикольно, нравится ездить, учиться. Впереди у наших картингистов очередные старты. В предстоящие выходные они примут участие в соревнованиях в Визинге Республики Коми. В субботу в эту отправляемся в Республику Коми, посёлок Визинга. Туда мы собираемся свозить весь свой состав картинг-клуба. В Северодвинске в составе коряжемской команды отмечен самый юный участник. Аркадию Лобанцеву всего пять лет. По итогам областных соревнований он удостоен специальной грамоты «Приз надежды». Хочется надеяться, что состязания и в Республике Коми для коряжемцев завершатся успехом. В минувшие выходные на острове Профсоюза состоялась традиционная классическая лыжная гонка. На старт вышли лыжники из Шипицына при воде на Котласа-Вычегодского, Красноборско-Коряжемская дюзша и лыжного клуба «Полюс». Борьба шла за приз спорткомбината «Олимп». Женщины преодолевали дистанцию в 15 километров, мужчины – 30. Итоги подводили с учетом возрастной группы. Коряжемцы успешно выступили на соревнованиях. На пьедестал подсчета на первое и второе места поднялись представители клуба любителей лыжного спорта «Полюс» Иван Типунин и Олег Басанец. Среди женщин победу держала Юлия Климова. На третьем месте Елена Фенева. Четвертое, пятое и седьмое места заняли воспитанницы коряжемской дюзш Виктория Юричева, Людмила Белых и Елизавета Чупракова. А уже на следующей неделе на старт лыжных гонок выйдут представители филиала группы «Элим». 12 марта на острове профсоюзов состоится очередной этап 27-й рабочей спартакиады. 13 марта за призовые места первенства по лыжным гонкам будут соревноваться представители лесного филиала группы «Элим» за счет спартакиады среди лесозаготовительных участков. Весна может быть затяжной, но аномальных явлений не ожидается. Об этом сообщают ведущие метеорологи страны. В начале марта на европейской территории России установится погода, которая характерна для ранней весны. Все-таки март еще холодный месяц, поэтому не исключены морозы до минус 10-15 градусов. А вот солнце уже начинает согревать своими яркими лучами. Днем могут быть оттепели до плюс 8. Что касается осадков, то март еще даст нам достаточную порцию снега. Несмотря на то, что весна будет ранней, она, по прогнозам метеорологов, окажется затяжной. Рубрика «Нескучный архив». 2 марта 2007 года журналисты выехали на опасную съемку. Во дворе на Архангельской, 29, обитала свора агрессивно настроенных собак. В такие дни из любящих и преданных друзей они превращаются в злобных зверей, опасных и своенравных. Вот уже третий день жители дома по Архангельской, 29 и соседних пятиэтажек выступают невольными свидетелями на собачьей свадьбе. В этом дворе вот уже три дня бегает стая собак. Говорят, что было их до 30, но вот и сейчас немного меньше, тем не менее страшновато стоять на этой тропинке. Похоже, зачинщица и главный персонаж этой компании, скромная лайка, сама не рада своей популярности. Она даже пытается скрыться от назойливых кавалеров, но безуспешно. Подъезд закрыт. Скорее всего, пристанище барышни в одном из этих домов, поскольку свадебная процессия гуляет именно по этому микрорайону. Что у них там? Гулянка какая-то своя, наверное. Но так-то страшно. И страшно за детей, потому что ходят дети в школу, ведь тут вот через двор. В ежедневном маршруте собачьего эскорта, шестая школа и детский сад. А вот там их много бегает, не страшно? Не кусала никто? Нет! Взрослые менее терпимы к проявлению весеннего настроения у животных, а заодно и к нашему любопытству. Часто беспокоят. Не буду ничего говорить. 14 больших псов, раздраженных и взволнованных, небезопасны для прохожих. Как прекратить собачий разгул, люди не знают. С 1 марта прекратила существование служба по отлову беспризорных животных при ПУ ЖКХ, поскольку город ее больше не финансирует. Теперь этим может заняться любое физическое или юридическое лицо, предложившее свои услуги на муниципальном конкурсе. Последний такой конкурс не состоялся. Желающих отлавливать и содержать бездомных собак и кошек пока не нашлось. Следующий конкурс состоится в апреле. А избавиться от неприятного соседства хотелось бы сегодня. На нашу просьбу о помощи откликнулись спасатели. Бригада выехала на место собачьего гуляния и никого не нашла. Спасатели не имеют оснащения навыков, чтобы разгонять такие стаи. Отлавливать животных им не положено. Тем не менее, если терпеть собачьи перепалки и хороводы нет больше сил, звоните оперативному дежурному по телефону 3-12-17. Сейчас подробнее о погоде на завтра. В четверг в Коряжме немного потеплеет, но будет все так же пасмурно. Температура воздуха днем минус 3 градуса, ночью минус 4. Вероятны кратковременные осадки в виде снега. Атмосферное давление около нормы 758 мм ртутного столба. Ветер восточно умеренный 3 метра в секунду. Какие новости принесет новый день, об этом мы расскажем завтра. До встречи на канале ТВ Коряжма. Сдаются торговые площади по проспекту Ленина. Обращаться по телефону 8-921-481-6905. Фабрика ремонта обуви будет принимать в Коряжме обувь-ремонт 3-4 марта с 10.30 до 18.00 в МКЦ Родина. Профессиональный ремонт любой сложности изготовления в течение двух недель. Редактор субтитров А.Семкин